Всем привет! Мы в Мумбаи, самом большом городе Индии. Досматривают очень жестко. Писалась книга Эликет Шантарам. И тут говорят одно из самых вкусных мороженых мира. В общем, нас надолго не хватило здесь. Драгон фрукт 49 рублей. В Турции стоил 1000 рублей. Пелером местный стоит 100 рублей. Друзья, в общем, серфинг – это просто что-то. Мы заехали на заправку, заправили 4 литра. Начало путешествия. Начало нашего турне. В этом путешествии мы посетим 4 страны. Начнем с Индии. Посетим Мумбаи, пройдемся по местам из Романа Шантарама. Затем полетим местными в Великой Нагуа. Окунемся в его пляжную атмосферу. Потом рванем на Шри-Ланку и прокачиваемся по этому сказочному острову на тачке. Оттуда возьмем билет на Самали-Тамали. Поживем на локальном острове Ди-Фуши. Плаваем там с акулами и видим потрясающий подводный мир Мальдив. А завершим наше путешествие в столице Малайзии, Куа-Лумпур. Здесь попробуем еду множества национальностей, посмотрим небоскребы и много чего еще. Поэтому оставайтесь с нами, подписывайтесь на канал, чтобы ничего не пропустить. Летим из Алматы в Мумбаи. Это наш первый рейс до Дели и дальше до Мумбаи. И вот нам дали такие сэновичи. В принципе, вкусно пропитаны чем-то, какой-то приправами, специями. Чем-то куриным. А внутри курица вкусная. Настя стоит сейчас у стойка паспортового контроля. Тут отдельные стойки для того, чтобы именно получить е-визу. Проходит все быстро, снимают петельку пальцев. И, в принципе, все готово. Обещать в паспорте, что виза действительно у нас конкретно 30 дней. Сейчас идем дальше. У нас нужна пересадка на внутренний уже рейс до Мумбаи. Индийский дьюти-фри в Дели на выходе из аэропорта. Так как у нас транзитный рейс, мы должны забрать наш чемодан из Алматы. И сейчас перекинуть его обратно на регистрацию, когда мы полетим уже внутренним рейсом до Мумбаи. Сейчас установили электронные сим-карты в телефон, а Трэдбула бесплатная. У меня не работает. Ну, она не так стабильно работает, но она работает. То есть она, получается, там дали 1 гигабайт интернета. И, в принципе, в WhatsApp можно отправить сообщение спокойно. Друзья, мы вышли из аэропорта Дели. И чтобы добраться за первый триминал, надо ехать на такси. Сейчас мы сюда на такси 535 рублей. Еще покормили собаку. Она идет нормально. Настя, как обычно, в своем дуке. Вот сюда надо. Приехали с конца зимы в лето. Мы доехали до первого терминала. Ехали, наверное, минут 20, так что если пересадка у вас, условно говоря, час, то, ребята, успеете. Подошли к стойке приемом багажа. Здесь такие автоматизированные стойки. Так как у нас билет уже на руках, мы можем просто сдать багаж и все. Еще первый раз вижу, что сотрудник налепляет на замочек такую, бирочки, тепломбы, чтобы не мог никто из грузчиков, например, открыть ваш чемодан. Прошли мы осмотр. Досматривают очень жестко. Всех шмоняют. Настю загнали в специальную комнату для женщин, где ее женщина пошмоняла. В общем, в итоге отобрали у меня веревку с карабином. Я брал с собой веревку альпинистскую с карабином. Ее у меня отобрали. Сказал, оставьте хотя бы карабин. Разрешили карабин оставить, но веревку забрали. Я немного расстроился, конечно, но ладно, ничего страшного. Ничего страшного. Так, в целом, все нормально прошли. Сейчас уже около выхода на посадку в Бумбаи. Смог в аэропорту Дели. Похлеще, чем в Алмате. Мы долетели до Мумбаи. Все уставшие. Аэропорт Мумбаи. Уже 12 часов и дороги прилетели в 10.50. Как раз в 10.50 примерно мы вышли из дома. В Бумбаи. Какая красота здесь. Жара сразу чувствуется. Духота такая. Гранусу в 30, наверное, прям лето. Идем. Кому кому аэропорту. Кого входа такой фонтан. Какая-то статуя. И фудкорт здесь. Сейчас хотим здесь перекусить. Потому что у нас заселение в 2. А кушать охота. И сейчас, наверное, здесь покушаем. Вот KFC стоит. Так что. Пока мы тут стоимся здесь. Тут стоял стойку Uber. Мы попросили помочь нам вызвать такси. Потому что сами. Сами у нас не получилось набрать адрес. И эти места, короче, в аэропорту, куда машина подъехала. В итоге только в стойке. Прямо что я люблю Uber такси. Они нас везут сейчас за 516 рублей. Примерно 30 минут. 30 минут езды до нашего отеля. Мы едем сейчас по левой стороне. Там люди едут, соответственно, по правой. И какая-то женщина вон едет на скутере по встречке, получается. Вообще. Движение тут очень непонятное. Настя нам сняла президентский люкс. Вот так он выглядит. Мы сняли на самом деле на троих. Один человек не смог поехать. Есть кондиционер, кровать такая. В целом выглядит все супер на самом деле. Цена примерно 6 тысяч, 6-5 тысяч рублей из двоих получается за день. Вид какой-то куда-то. Рядом где-то здесь океан. Такой вот туалет. В целом все чистенько выглядит. Приятно. Чайник есть, чай есть, кофе. Доброе утро. Мы с Настей идем на пляж от отеля. Настя сегодня рано проснулся, меня разбудила. Говорит, пошли встречать рассвет. Но мы уже не успеваем. Он уже... Ну все равно. На улице такая еще, кстати, прохлада. Мы думаем, что ночью даже будет жарко. Не прохлада, свежо так хорошо, комфортно. Кто-то жжет костер, что ли, или мусор. Уже боюсь туда заходить. Сейчас посмотрим. Там коровы пасутся, походу. Нет, что-нибудь сюда, Сереж. Ого. Почему нет? Они нам шашлыки делают. Вот шашлык делают там, или там живет кто-то. На пляжах? Не знаю. Птицы идут на коровках. В общем, вот дорога к пляжу такая, красивая. Идем. А, ну вот он как раз, вот тут какой-то... Что-то строится, что типа... Заводы какого-то, что-то, я даже не знаю. Ремонт, может, судов каких-то. Тут то, что они жгут, дым весь идет, похоже. На пляж. Мы не дошли. Уперлись там в какую-то речку, которая преграждает проход. Сейчас вернулись обратно на дорогу, идем на другой пляж. В сторону уже Калабы. Потом хотим уехать в Калабу, будем сегодня там гулять. Гуливают коров, гладят их. Или они его отпускают на прогулку. Смотри, как будто собачка вышла погулять. Офигеть. Вот мы идем по пешеходному переходу, тут никто не останавливается. Всем пофигу. Пешеходный переход, хотя красный свет сейчас горит для них. Привычно куда смотреть. Хотим поймать такси, все, но Калабы все-таки уже там гулять. Стоим на дороге, так сейчас просто к сердцу дороги побежать. Что? Пинк. Пинк. Пинк? Пинк? Окей, окей. Один, два, два, один. Один, два, один. Смотрите, в какую красоту мы приехали. Отель в Тадж-Махал. Очень красиво, конечно, необычно. Не знаю, какой это стиль, но очень красиво. Напротив отеля какая-то площадка, где кормят голубей. Их очень много. Конечно, опасное занятие здесь стоять. Прям как в один дом. Офигеть. Это Сережа. Это ворота Индии. Это ворота Индии. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла- Стоят такие вот киоски, пазарчики, каждый что-то продает, постоянная движуха, все идет вдоль улицы. Ребят, мы находимся в кафе Леопольд, где писалась книга Великая Шантарам, сказали омлет, свежевыжатый ананасовый сок. Офигенно, я ни разу не пил только вкусный сок. Такая атмосфера суперская. И мы, как поняли, вечером открывается второй этаж. Настя уже туда пыталась пройти через Токтик Рум на сайт, но ее прогнали, сказали закрыто. Решили попробовать кокос, стоит всего лишь 70 рупий. Продают на улице в Калабе. Какая-то движуха. Все куда-то идут, все куда-то спешат. Мумбаи один из самых больших городов мира. Ребята, смотрите, целый, целый кокос молока. И говорит Настя, что очень вкусно. Вкусно? Музыка. 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 Мы сходили в музей Четропати Шеваджи. Оказывается, 700 рупий – это цена за вход именно внутрь. То есть, если вы просто хотите прогуляться здесь по территории, то достаточно пройти просто осмотр у полиции. И вы можете здесь погулять бесплатно. Я думаю, мы, если бы изначально знали, мы, наверное, не платили. Ну, хотя, с другой стороны, мы тоже не пожалели, что сходили. Там есть музей Древней Греции, мумий всякие, картинные галереи, музей животных, которые мы любим. Мы были уже в Горном Алтае, в таком музее, в Казахстане. Так что, сходили, все равно не зря. Тут очень классно. Заметили, что когда идем по Монбайу, вот здесь в центре, не так уж и жарко. То есть, на улице 37 градусов, а мы так как идем, между зданиями, здесь всегда тенек. Какой-то ветерок обдувает, идти приятно, комфортно. То есть, жара так не чувствуется, как будто бы ты был бы там на прямом палящем солнце. Сейчас с Настей идем, в общем, на следующее место по Атламу был суд. Но в итоге, какую-то увидели башню, и вот посмотрите, какая красота. Просто идем по Монбайу. Встречаются такие здания. Мы не могли просто не остановиться, не посмотреть, и завернуть, точнее, за угол, чтобы увидеть это. Мы дошли до здания центрального суда, но внутрь не пускают, то есть, не только из забора, к сожалению. Сказали, фотографии можете делать, но внутренне нельзя. Огромное, только начинает, конечно. Сейчас попробую как-то заснять через решетку. Под там флора. Мы сейчас остаемся на такой площади. Здесь не на площади, на таком пятачке. Здесь, посмотри, тут все красивое. То есть, не надо придраться за какой-то достопримечательностью. Просто идешь и офигеваешь. Как здесь красиво, какие красивые здания, какая красивая архитектура. На фэй нам дали что-то типа вот такой вот, таких шариков, что-то типа зубной пасты со специями. На вкус сладенькая очень. И при вкусу специи. Она попробует еще сама. Очень интересно. Идем к вокзалу. Самому красивому зданию в Нумбаи. Прикольные, какие дома интересные. Серого цвета, но чистенькие такие. Ничего такого нет. Кису. Какие же моненькие, худенькие. Маленькие, худенькие кисы. Моненькие, хоть хоть. Маленькие, худенькие кисы. Неэлектрические, видимо, пригодные. Станция как бы «Гарри Поттер» и настигает. Очень-очень классно. Идем просто по улице и во дворе. Вот такие вот птички гуляют. Кто это? Похоже на цапли. Вопросы о том, как переходят дороги в Индию. Вот машины, полный беспредел просто творится. Кто-то сдает назад на перекрестке, кто-то едет по встречке. Ну, в целом все происходит нормально и органично. Никто никого не сбивает, никто ни в кого не врезается. Всем все нравится, все довольны. Никто не психует. Ну, бибикует только. Тем временем мы подошли к самому известному кафе-мороженому. И тут говорят, одно из самых вкусных мороженых мира. Сейчас будем пробовать борша. Мы подошли, здесь стоит очередь просто, чтобы сесть. Все замер. Пробуем мороженое роял. Все заказывают. Вкусно, очень необычно. Жарить как бабл чай. Видишь? Чтобы надо было перемешать. Вкус. Тут масала, чай с мороженым. И внутри вот такие, какие-то аппетиты. Как бабл чай. Штучки. Как бабл чай. Так, пробуем второе. Это называется Stroberi Melba. Стоит 290 рублей. Ну, это просто мороженое с клубничкой послеживой. Вкусно тоже очень. Штука сейчас получается как просто клубничка с мороженым, как летом у бабушки в деревне. Сейчас я заказал манго Melba. Все берут его, вот хочу его попробовать. Вот эта штука, это очень специфическая. Вкус масала, чая со специями, как мороженое со специями. Как коктейль со специями. Вот заказали манго Melba. Манго прайм во рту тает, а внизу. Внизу слой мороженого. Сейчас до него дойдем. И со мной, я такой, не уберу того. Да, да, да. Смотрите, сколько людей. Невозможно просто. Сейчас едем на такси. У нас сзади врезалась другая машина. Мы думали все отменять. Водитель просто вышел, посмотрел. Вроде все ок. И поехали вот дальше. Сырковь Маунт Мэри. Базилика Маунт Мэри. Что-то жгут. Какие-то благовония. 6-1-5-8. Базилика Маунт Мэри. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Да, спасибо. У нас есть пустой, смотри. Пустой блин то? А? Блин, пустой. Тут начинка какая-то у него. Такого есть? Что из? Не знаю. Такого есть. А картошка то где? Нету картошки. А? Что это такое? Блин вкусный. Как блин. Блин вкусный как блин, начинка тоже какая-то прикольная. Такая островатая. Что это? Я не знаю. Кумыс что ли какой-то с перцем? Не знаю. Прикольно. А красненькое что такое? Боюсь пробовать даже. Как удобно. Вкусно. 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 Сейчас сидим в кафе. Хотел показать как выглядит меню в Мумбай. И наверное вообще во всей Индии. То есть все делится на красные блюда и зеленые. Зеленые это вегетарианские, красные это с мясом. Почти во всех кафе есть блюда. Как для вегетарианских, соответственно, так и для тех, кто ест мясо. Но если мясо, то в основном это, конечно, курица. И либо, кстати, недавно нам предлагали биф. Но биф это был именно буфало и корова. А буфало, потому что корова считается священным животным. Здесь ее... За ней ухаживают, лелеют ее. Ходят с ней с поводком по улицам. Ну, как-то так. Заказали Russian салат. Говорите, что за Russian салат. Курица. Что-то типа банана. Какие-то ягодки местные, видимо. Что такое? Типа яблоко, наверное. Это все сладкое. Ну, в целом, более-менее. Конечно, непонятно, почему он Russian. Интересно. Здесь заказываем в снасти ананасовый фреш. Это самый вкусный, наверное, фреш, которому мы пили ананасовый именно. В Турции мы пили самый вкусный фреш гранатовый, а здесь кто-то ананасовый. Пробовали здесь еще тоже гранатовый, но он не так нам дошел, как турецкий. Дешевле пива. 180 рублей. Говорим, рубли, потому что рупия и рубль примерно очень похожи. Если будете когда-нибудь в Миндии, обязательно закажите. Попробую буфало первый раз. Ну как, Сереж? Говядина. Говядина? Нашли в Индии говядину по другим названиям. Короче, нашли какую-то классную кафешку, где подача, как в ресторане, обслуживание круче, чем в ресторане. И все очень вкусно. Я заказала куриную грудку с овощами, с пюре, под грибным соусом. Она очень сочная, очень нежная, очень вкусная. Для этого у нас был салат Цезарь с курицей. Вроде ничем не приметный салат с курицей, но он был очень вкусный. В каких уж странах и в каких ресторанах мы не кушали обычный какой-нибудь салат Цезарь, но это было очень вкусно. Это именинник. Не помню, как зовут. Короче, Киркоров. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... В Мумбаи всех таксистов зеркало повернуто куда-то вправо, а не назад, как обычно в других странах, а почему-то вправо. Видимо, он смотрит на правое заднее окно. Непонятно, непонятно, или сам на себя он смотрит, любуется, но это у всех таксистов, не только у одного этого. По поводу бензина и заправок в Мумбаи и, наверное, во всей Индии цена бензина примерно 94 рупии. Достаточно дорого. А, даже 104. Видимо, какой-то бензин 92-й, наверное, 94, а 95-й 104. То есть очень дорогой бензин, тем не менее такси, цены достаточно приемлемые. С Настей сейчас зайдем в супермаркет, чтобы посмотреть цены и прикупиться. Первый раз видим в супермаркете. Цены в магазине в Мумбаи. Манго 200 рублей килограмм. Внизу вон манго 250 рублей килограмм, бананы 100 килограмм. Хурма 500 рублей килограмм, хурма какая цена. Возьми на пробу, да, покушать домой. Возьми, возьми. Вкусно пахнет? Драгон фрук 49 рублей. В Турции стоил 1000 рублей. А, 150 рублей. 150 лир. Обычный кокос 23 рублей за штук у нас. А такой кокос 30. Настя, смотри, кокос уже прочищенный, 39 рублей за штук. То есть только дырочку пробить. Ребят, заметим, что на улице в Казани сейчас минут 19. Мы здесь нюхаем горошек свежий. Мы ждем бедную нашу ангелину. Вотер, кефир, манго, мэджик. Это просто для названия фирмы. Стеклянные, кстати. Это, наверное, биоритм для йогурта. Это не йогурт. Это просто интересно. В Мумбаи мог пили вот такие штуки. Чаткинс и Бинго. Бинго. Подайте, сколько стоит. Цена у них примерно 5 рублей. Сегодня Настя утром ехала и ела. Вот такого. Пол пачки съела и наелась. Говорит, я, говорит, наелась за 2,50. Так что, если у вас нет денег в Индии, то прожить можно. У нас сегодня последний день в Мумбаях. И мы едем на пляж Джу. Посмотреть местный пляж. Какой у вас этот пляж? Не знаю, посмотри. Треш приятел. 35,69. Вот это. 9,275. Ольра. Треть. Вот это. beat. Приехали на пляж Жуха. Довольно чистый пляж, прикольный, достань где тебя. Настя взяла конфетки, чтобы доводить из школы. Все конфетки отобрали. А я тебе точку посмотрю. О чем согласаешься? Да. Извините, чтобы посетить весь Мумбаи? Да, Мумбаи и Гоа и Шри-Ланка. Не посетите Агра-Тазмин? Не посетите Агра-Тазмин? Да, Агра-Тазмин. Да, Агра-Тазмин? Мы были в аэропорте. Да, Агра-Тазмин. Да, Агра-Тазмин. Да, Агра-Тазмин. В общем, эта бабулька Сас попросила тысячу рупий. Мы сказали, не, давай стирай. В итоге 300 отдали, вроде успокоилась. Хотя можно было меньше, на 300 отдали не соглашалась. Такой пляж здесь широкий. Настя, фоткаю свою руку. Друзья, в общем, мы находимся на пляже Джокко. Огромный пляж, который тянется на нескольких километров, наверное. Здесь людей гораздо меньше. Вот он практически пустой. Каждый занимается каким-то своим делом. По правому краю пляжа идут отели. Здесь какие-то, конечно, попрошайки. Кто-то играет, кто-то занимается своими делами. Ну, так, по-моему, попрошайки в основном в самом начале пляжа, где вот была остановка, откуда мы пришли. Так все спокойно. Нам он нравится больше, чем пляж Чаупати. Тоже популярный на Марин Драйв. Так как пляж огромный, широкий, здесь помещаются все. Здесь нет столько людей. Хотя, может быть, это связано с тем, что сегодня просто понедельник. Утро понедельника. Конечно, Мумбаи – это огромный город. И его не посмотреть за два-три дня, как мы смотрели. Тут надо, наверное, по шесть недель, пару недель, чтобы хотя бы немножко понять, почувствовать его. Ну, грубо говоря, только посмотрели какие-то основные, основные точки, основные достопримечательности. А чтобы немножко его почувствовать, этот мегаполис, наверное, мне кажется, надо пожить здесь пару недель. Настюша, скажи, как твои ощущения от Мумбаи? Понравилось ли тебе? Да, мне очень понравился этот город. Намного больше, чем Стамбул. Очень красивая природа. Очень красивая архитектура вот этих вот британских времен. в британском стиле. Мне очень понравился Мумбай. Я думаю, мы сюда еще вернемся. Минусы, конечно, присутствуют. Такие, как океан, в котором нельзя купаться грязный. Такие, как кинза в некоторых блюдах. Странные запахи около храмов, потому что они там жгут какие-то арома свечи, арома палочки, так сказать. Ну, в общем-то, вот. Что тебе больше всего понравилось? Это, наверное, единственные минусы. Люди очень добрые все. Очень приятные. Правда, вот почему-то мы второй раз приходим на пляж на другой. Именно на пляжах на нас с удивлением смотрят местные жители. А в других местах такого нет. Да, если вы находитесь где-то в центре, в туристическом месте, там. В городе такого нет. В принципе, все адекватно относятся. И здесь нормально? Здесь нормально, да. Ребенок подошел, конфеты отжал у меня. Я ему хотела дать три конфеты, а он мне целый пакетик отжал. Потому что я с тобой специально привезла из дома конфеты. Я читала, что детям здесь нравится. В любом случае, все с уважением подходят, спрашивают даже, сможешь ли сфотографироваться. Здесь вообще цены дешевле России, намного дешевле Казахстана и уже в десятки раз дешевле Турции. Мы очень сильно боялись то, что мы не сможем найти подходящую себе еду. Потому что многие также говорили, что здесь вся еда с какими-то дикими, жгучими, остросолеными приправами, что везде кладут карри и так далее. В любом кафе, в котором мы были, была еда, которая подходила нам. Ну, самая популярная игра в Мумбаи – это крикет. В него, по-моему, играют все, все подряд. На пляже, оказывается, есть пляжный крикет. В общем, если в следующий раз будете подходить к такой женщине, который он будет рисовать в руке, учтите, что потом будете несколько часов оттирать пемзой, спиртом, всем, чем вот только возможно, потому что она не оттирается. Это хна, похоже, которая достаточно сложно отмыть. Бомбей был свободным городом, перенять и свободным. Куда ни за ним во всем чувствовался непринужденный и чем не скованный дух. Я неволе откликался не во всем сердцем. Никто не прогонял попрошаек с улицы, никто не вытворял жителей трущоб из их хижин. Все они были свободны. Это был свободный город. И я влюбился в него. Грегори Дэвид Робертс. 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 Продолжение следует...